здравствуйте уважаемые подписчики главного патриотического канала страны очерки неугомонного павла а также уэб зрителей этот видеообзор посвящен расселенному аулу чунай азовского немецкого национального муниципального района омской области приятного вам просмотра а прослушайте продолжение произведения мухтара ауэзова путь абая базаралы сильным рывком сдернул с коней одного за другим двух шабарманов а был газы подмял под себя третьего сели они на головы шабарманов задрали чапаны да их же плетьми давай их лупить весело щурец рассказывал даркенбай все же атаки собрались поглядеть вот как довольны были нашелся же человек что заступился за них а наш отважный базаралы порол проклятых сабарманов пока рукоятка не сломалась крепкая была из табылги почему же все таки юрту вас отняли спросил гербов даркенбай рассказал коротко шабарманы уехали же атаки совсем было успокоились базаралы пробыл у них еще два дня но на другой же день после его отъезда примчались человек 30 волосной со старшинами и шабарманами в один миг разобрали юрты и увезли конечно разбойники закончил даркенбай собаки они отцу родному могилу вырвут если начальство укажет эхабай нету даркенбая прежней силы ой свет наш замолвит словечко если можешь заставь их вернуть наши юрты разве этим негодяям больше негде своей кухне отхожие места устраивают заставь и зашумели жатаки не давай нас в обиду не позволяй издеваться а бай встал отряхнул полы и сложив вдвое камчу решительно уперся ею бедро идемте все а был газы иди и ты с нами и сопровождаемый толпой жатаков он двинулся вперед ведя коня в поводу и продолжая беседу да юрт поставленный для начальства было около версты пока они проходили по у из груды хлама и из прокопченных шалашей выползали люди и присоединялись с шедшим собаем их торопливо нагоняли и высокие сильные мужчины и молодые жениты и редкие старики все одинаково молчаливые озлобленные готовые на все по дороге а был газы в полголоса сказал абарин что жатаки еще ничего не знают об аресте базаралы би боятся что это вызовет общее возмущение арестовать его помог таки жан он приехал гералы несколько дней назад и услышав о расправах кошкина по дороге струсил и решил сам выдать базаралы стревожились и главные би и чингиза жеренше уразбай один из новых главарей рода и ассалбек таки жан по приезду начальства назвал их покровителями и укрывателями базаралы все они с нетерпением ожидали абая в центре юрт приготовленных для выборов три самые нарядные шестистворчатые юрты были составлены вместе возле них в угрожающем молчании стояли стражники посыльные с озабоченным видом метались вокруг и входили в двери на цыпочках по всему было видно что начальник сидевший в юрте был раздражен и сердит как только абай появился возле белых юрт жеренше уразбай и ассалбек вышли навстречу отвели его в сторону и подробно рассказали ему все перебивая дополняя друг друга из их рассказов абай понял следующее вместе с тенте каязом кошкиным приехали из племени найман из ци затеявшие крупное судебное дело они жаловались ему что прошлой зимой конокрады из табыкты предводительствуемые аралбаем угнали коней из богатого аула принадлежащего их роду а судьбе арабая который потеряв каримбалу исчез и так и не возвращался в табыкты долгое время ничего не было известно теперь узнали что озлобленный жидит собрал единомышленников раздобыл ружья и весь этот год они угоняли коней не только у найманов и у соседних племен керей и сыбан но и у самих табыктинцев сами они скрывались вдали от населенных мест в многолюдных аулах бедняков киреев все жалобы указывали на аралбая как на главу шайки разорявший влиятельных знатных и должностных лиц он водил коней только из самых богатых аулах эти жалобы обошли канцелярии и семипалатинского и джеты суйского уезда шайка работала на их смежной границе и добралась до канцелярии жандарала генерала управляющего губернии мстительные до отчаяния дерзкий жиги не испугался и царского войска в конце зимы он заманил в безлюдную степь отряд вышачив погоню за ним из семипалатинска и на одном из привалов угнал всех до одного коней отряд сорок человек долго скитался по степи без пищи и воды было еще одно видение о котором жеренше и уразбай говорили со смехом но которому ассалбек придавал немалое значение ожидая от него крупных осложнений на большом тракте между аягузом и шубарагашем был ограблен и избит крестьянский начальник ехавший из семипалатинска с двумя стражниками найманы и в этом обвиняли орал бая дело видимо завязывалось крупное и запутанное для расследования приехал сам кошкин пять найманов прибыли с ним как истцы и как свидетели ограбление крестьянского начальника они не выходили из юрты тентек а я за и не соглашались на переговоры с табыктинцами не желая улаживать дело по казахским обычаям вероятно в жалобах упоминалось и имя базаралы потому что тентек а я с едва приехав сразу вызвал всех троих биев и дал строжайший приказ найти орал бая и базаралы он твердил одно негодяй орал бай из вашего рода он идет против царя а вы его покрываете все вы и волосной его заместители выбии старшины все пойдете под суд вот тут мы и разошлись таки жаном продолжал жеренше мы хотели ответить так об орал бае мы ничего не знаем он от щепенец и бродяга ни народ ни базаралы тоже не знает где он куда убежал ловите его сами и делайте что хотите табыкты за него заступаться не станет вчера мы договорились таки жаном и майбасаром отвечать о язу именно так а вечером волосном прискакал дархан от аспана наверное тот поссорился с базаралы потому что советовал таки жану оправдывайся сам всеми способами а базаралы у меня в руках выдай его начальству и таки жан отправил корык шабармана жумагула с четырьмя стражниками они схватили базаралы и сдали его сегодня начальству он сейчас либо на допросе либо уже под арестом а про нас таки жан говорит что мы покрываем базаралы вот мы и решили вызвать тебя дай совет как нам поступать защищать ли базаралы или отказаться от него абай понимал лучше остальных что узел завязался сложный и трудный беда пришедшая извне казалось более грозный чем скрытая внутренняя вражда разжигаемая аспаном нахмурив брови он тяжело вздохнул заговорил ассалбек ояс все еще не начинает выборов собрал народ и держит на привязи видно крепко взялся за дело орал бая вызывает расспрашивает того кто ругает волосного в тиски берет а кто правду глаза режет того просто избивает кое-кто показывает будто мы защищаем базаралы подтвердить это таки жан и тут же начнется для нас настоящая беда если мы захотим помочь невинному расскажем всю правду что будет с нами смеем ли мы остановить доносы пока что нас не трогают но что будет если мы вступимся за базаралы как нам быть аббай опять ничего не ответил тогда вмешался урал у разбай мы тебе все рассказали как есть сделаем как ты скажешь подумай о том как и честь народа не уронить и отбили его избавить а мы трое будем с тобой указывай куда идти и что делать из юрты начальства вылетели шабарманы они размахивали плетьми и громко называли имена шокин жеренше суиндыка фасилбек акулов уразбай каязу аяс требует слышишь нас вызывает сказал жеренше торопя абая с ответом тот медленно повернулся окинул взглядом всех троих и решительно сжал кулак перед начальством не робейте твердо сказал он запугивать станет не сдавайтесь жеренше говорил правильно так и действуйте не соглашайтесь впутывать в дело базаралы пусть орал бая ловит сам аяс у него аркан длиннее нашего если вы в показаниях разойдетесь статьи жаном тогда посмотрим как поступает я не знаю с чего он бесится но лучше живым в могилу лечь чем на весь народ беду накрыть помните путайте базаралы значит признаете вину всего народа все три бия пошли за стражниками в юрту начальника а байки в ком подозвал себе шабармана который шел позади всех присматривайся там какая с ними будет обращаться и передавай мне шепотом сказал ему я тебе одному это поручаю понял шабарман был из местных жидитов и хорошо знал абая при начальстве к нему и поступиться было нельзя но тут он понимая что абай доверяет ему и надеется на него молча кирнул головой абай повернулся к ярболу и облгазы отправьте людей по аулам пусть все мужчины коми и пешие сейчас же идут сюда и сами видите всех кто обслуживает юрты старых и малых мужчин и женщин конюхов водовозов поваров всех кого встретите и скорее сам абай остался возле белых юрт на том месте где его встретил жеренше с товарищами вокруг юрт приготовленный для выборов начал собираться народ толпа росла стражники и шабарманы плетьми и криками отгоняли народ от юрт начальства люди отходили но оставались неподалеку на всех лицах было напряженное ожидание народ знал что базаролы ни в чем не виновен все жалели его она таки жана смотрели с озлоблением большинство из подходивших было бедно одета не расходились и жатаки пришедшие с абая весть об озаролы наконец дошла до них и они стояли на супе в брови переговая роевая щепотом и поглядывая на абая который молча сидел в стороне наконец шабарман которому абай поручил узнать что делается в юртах начальства подбежал к нему и сказал несколько слов абай тотчас поднялся и подошел к тому краю толпы где стояли дар кембай а был газы и ербол я иду в юрту а я за сказал ним жеренше и других беев допрашивают базаролы тоже там я слышал этот начальник порит людей унижает и позволит если сейчас он займется тем же это будет явным оскорблением для нас нельзя допустить чтобы он хоть концом плети коснулся базаролы или ассалбека не расходитесь мы не можем позволить клеймить невинного как преступника ербол а был газы вы пойдете со мной и он пошел с ними к юрте тентек аяза его слова передаваемые шепотом быстро разнеслись по всей толпе лица молодых живитов стариков и жатаков приняли решительное выражение в первой из составленных месте юрт абай видел вооруженных стражников урядников и мелких чиновников из местного населения тут никого не было допрос велся в средней юрте начальники сидели против двери за столом покрытым зеленым шелком допрос вел сам тентек аяз кошкин худощавый невысокий человек с длинными бесцветными усами и холодным угревым лицом топая ногами он выкрикивал угрозы у разбаю который давал показания рядом склонив голову на бок стоял косоглазый курносый толстяк толмач переводивший слова начальства не выдержал ли у разбай грубое руганье кошкина или его ободрило появление абая который он увидел через дверь но он приняв свой обычный гордый и надменный вид громко обратился к толмачу передая язву я не оралбай я не обвиняемый и не ответчик жеренши и особе говорили верно и я скажу тоже никто здесь за оралбай отвечать не может не только народ отец с матерью не могут нести ответственность за человека который больше года пропал без вести и не бывал в этих местах уж если кому отвечать так самому начальству которая не сумела поймать такую отчаянную голову базаралы тоже ни при чем если ваш волосной такижан впутывает базаралы то мы бии поддерживать этого не можем базаралы не виноват пусть аяс не орет зря а делает свое дело посоветовавшись со здешним все передай что я сказал абай был очень доволен ответом у разбая и шипнув ерболу и обугазы молодец и он пошел в линии средней юрты послушать как будет переводить полмач стоявший у двери стражника преградили ему путь стой куда абай сдержанно ответил им по-русски не кричите мне нужно пройти господину начальнику стражники не тронулись с места стоявший возле двери чиновник видимо удивившись что степной казах говорит по-русски окинул абая внимательным взглядом и не громко спросил чего вы хотите кто вы абай учтиво снял пимак и сдержанно с достоинством поклонился я ибрагим кунанбаев просто человек из народа ответил он и выжидательно поднял глаза на чиновника тот неожиданно улыбнулся и остранив охрану подошел к абай вплотную а так это вы ибрагим кунанбаев я вас знаю и хорошо знаю сказал он протягивая руку ваш друг акбас андреевич как вы его зовете много говорил мне от вас но познакомимся советник ласовский поздоровавшись с ним абай спросил кивая на дверь что там такое делается нам народу обидно продолжение следует благодарю всех тех кто досмотрел этот видео обзор до конца подписываемся на главный патриотический канал страны очерки неугомонного павла призываем подписаться родных и близких до новых встреч дорогие друзья будьте здоровы